В начале выпуска о крупнейшем строительном проекте нашего региона возведение западного моста. Очередной этап стройки осмотрел губернатор Игорь Рудения. Глава региона посетил стройплощадку на левом берегу Волги. О заметно продвинувшемся строительстве рассказывает наш корреспондент Наталья Чекет. Прогресс строительства западного моста виден невооруженным взглядом. Объект начинает приобретать черты будущего моста. Сейчас строители здесь заканчивают создание всех четырех опор будущего моста через Волгу. На левом берегу Волги строители обустраивают щебеночную подложку для подъезда транспорта, монтируют ливневки. Ведутся работы по устройству основания для четвертой опоры моста. Строители собирают поперечные металлические балки мостовых пролетов, которые будут возводить методом надвижки. Работы по установке первой пролетной части моста планируется начать в середине июня. Предстоит после завершения швайных работ на опоре номер 4, надо будет возвести тело самой опоры. Возвести нужно будет еще промежуточную опору временную в пролете 3-4. Сейчас ведем работы по аренде флота, потому что надвижка сложная. И в период надвижки в середине реки в пролете 2-3 будет находиться плавучая опора на барже. И с помощью этой конструкции будет производиться надвижка на опору номер 2. Параллельно ведутся работы и на правом берегу. В частности, продолжается устройство дождевых стоков и песчаного основания по ходу автодороги. Кроме того, идет работа по устройству опоры номер 1. Собирают опалубку, готовятся к бетонированию. И по графику 22-го числа планируется устройство бетонирования, вернее, опоры номер 2 левого направления второго этапа. Строительство западного моста – многосоставной проект. Сначала будет возведен мост через Волгу, затем завершат реконструкцию горбатого моста в Заволжском районе. Далее отремонтируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Западный мост должен стать одной из ключевых артерий, таких магистралей с большой загрузкой. Напоминаю, что это шесть полос движения по мосту и подъездным дорогам. Вся работа идет из отечественных материалов. Это наш российский металл, это наши российские краски, это наши российские технологии. Абсолютно уверен, что ни в коем образом не уступают западным. Сейчас в районе Горбатого моста идут работы по устройству основания будущей транспортной развязки. На время реконструкции путепровода для жителей возведен временный пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу. А в 2024 году планируется изменить схему движения на время ремонта Горбатого моста. Движение будет направлено через строящийся автомобильный мост по улице Фрунзе. Это будет объезд, который впоследствии будет тоже самостоятельным маршрутом для движения автомобильного транспорта жителей города Твери. Напомним, что строительство моста ведется по поручению президента Владимира Путина. Работа выполняется по НАСПроекту «Безопасные качественные дороги». Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в конце 2025 года.